За неделю исполняющий обязанности губернатор Андрей Тарасенко успел немало освободить от должностей четырех вице-губернаторов, встретиться с главными редакторами краевых СМИ, проинспектировать долгострои, обсудить взаимодействие с депутатами Госдумы и Краевого парламента и, главное, произвести то самое важное, первое впечатление. Приятный такой на внешность человек, серьезный. Сказали, что он там вчера выступал и сказал, что у нас все плохо и будем поднимать. Он пока молча и много не обещает. Но когда много обещает, обычно мало делают. Я слышала от людей, что он взялся за эти гостиницы, за мосты. Радует. Нашел бы концы, было бы совсем хорошо. Свои первые оценки люди делали, опираясь на СМИ. А средства массовой информации, в свою очередь, отметили открытость нынешнего руководителя края. На встрече с главными редакторами он подробно рассказал о ближайших задачах и о стиле работы с прессой. Мне очень хотелось почувствовать, как мы будем выстраивать работу, чтобы мы могли друг друга слышать и понимать. Андрей Тарасенко лично знает временно отстраненного от должности главу Владивостока Игоря Пушкарева. Поэтому в разговоре опирался на собственные оценки его работы. Вы знаете, я Пушкарева хорошо знал в прежних местах, когда работал в рыболовстве и так далее. Здесь обсуждение такого, чтобы я там... Я не знаю, что он там как делал и так далее. Это и есть правосудие для этого. Но я считаю, что он мужик грамотный. Грамотный и, знаете, и бизнес умеет. И он команду сделал хорошую в мэрии в свое время. И уже на следующий день журналисты увидели, с какими разными интонациями новый губернатор может вести диалог. Во время инспекции пятизвездочных хаятов цирка и онкодиспансера Андрей Тарасенко, наконец, сделал главную проблему края – коррупцию при строительстве. Открытые и обсуждаемые. Это хаят на корабельной набережной. Работы не ведутся в управлении Чехарда. Вы когда-нибудь в жизни что-то строили, делали? Ну и что вот сейчас вы творите? Вы знаете эти все проблемы? И что дальше? Какие проблемы? Вы хотите вообще в жизни работать? Чем-то заниматься? Ну я вам напишу такую ходатайку. Ни одна стройка вас не помнит больше. Людям там смотрите в глаза? Ну и как? Нормально? Переследно немножко. Андрей Тарасенко назвал хаяты цирком и вспомнил лихие 90-е, подчеркнув схемы строительства и продажи родом оттуда. Ничего, что уже возбуждены с десяток уголовных дел – это и хищение в размере до одного миллиарда рублей, и халатность, и мошенничество. Гостиницы, по его мнению, край сможет достроить и использовать по назначению. А разбирательство продолжится. Хорошая готовность. Вообще, что ты его можешь отпускать на свой выше. Кто-то подготовил себе подарок, наверное. А это уже онкодиспансер, дату сдачи которого переносили много раз. На достройку нужно еще 194 миллиона рублей. И тогда к маю здесь примут первых пациентов. Но Андрей Тарасенко потребовал ускорить ввод. Просил бы сроки, конечно, и сократить. По срокам. Сумма у тебя хорошая. В эту сумму ты хорошая. Работать в месяц, можем четко сказать. Себя нацеливаем, пока на март. Но с вашими пожеланиями, замечаниями, мы будем планировать ускориться. Заварий Геннадьевич тоже нам постоянно говорит, что давайте. Я думаю, давайте в февраль сделайте ему срок. Журналисты попросили подвести итог инспекции объектов. Зная, что впереди у исполняющего обязанности губернатора встреча с Палпредом Трутневым. Вспоминая мастеров, полученный из рук Палпреда на церемонии представления краю. Все увидено. У меня слов нет. От радости? Я буду подводить там. Много будет уволено людей. Я не понимаю. Сейчас будем смотреть, кто виноват, как виноват. Хорошая осведомленность о том, что жители края волнуют больше всего, проявилась на встрече с депутатами Госдумы, которая также состоялась на нынешней неделе. Губернатор удивлен, что до сих пор не решен вопрос со снабжением сельских жителей дровами. Говорит, что находка не должна глотать пыль. Если бизнес не может обеспечить работу по правилам, значит, кто-то дает надежду, что можно и без правил. Проблема перевалки угля общая по стране, но в Мурманске ее решили. Я в Мурманске столкнулся, ну, портовое хозяйство, тоже там же угольная пыль и так далее. Знаете, как губернатор там поступил. Она очень просто сказала, ребят, есть санэпидем у вас при проекте, при проектировании. У вас было написано, что вы можете и как вы можете делать. Вот написано в такой-то проекте, экспертизы, вы прошли экспертизу. Пожалуйста, исполняйте. Не сделаем, не выполняем. Чтобы все вот эти нормы привести в порядок, вы поставьте пушки, поставьте то-то, сделайте укрытие. Тогда и получите новый паспорт на это дело. Все, все сразу задумались и все сразу начали делать. Говорили о неполном и неэффективном освоении ведущими краевыми департаментами федеральных средств. Неисполнений обязательств по программам. Например, по воду жилья для сирот. Администрация края прежнего состава, в отличие от других субъектов, возвращала деньги, поступающие в край по федеральным программам, в федеральный бюджет. Потому что не успевала их освоить, провести конкурсы, найти подрядчика и обеспечить ввод школ и дорог. 100 миллионов вернули за школу в Рощино. Мы не освоили эти деньги. Мы вернули миллиард 100 на дорогу на пограничные федеральных денег. И сегодня эта разбитая дорога стоит. На встрече с председателем краевого парламента Андрей Тарасенко призвал более тщательно работать над бюджетом будущего года. Я хочу изучить, насколько мы пунктуально исполняем те программы, обещания всех, которые были, избирались в законодательные собрания. Я хочу здесь четко, четкости, открытости, и чтобы мы все понимали, что мы сейчас направлены на самое главное создание в крае хорошей атмосферы рабочей. Накануне первого чтения краевого бюджета 2018 года, которое состоится в конце октября, новый глава региона планирует встретиться с главами городов и районов. Ведь муниципальная работа была Владимиром Миклушевским заброшена, и обид у глав возникало немало. Андрея Тарасенко с нетерпением ждут в глубинке Приморья. Мы спрашивали о первом впечатлении от Тарасенко у прохожих на улицах, а люди стали звать его к себе в гости, в свои города и села. Мы надеемся, что его хватит на то, чтобы узнать про все территории. У нас лесозавод, город, он хоть и далекий, но там живут такие же люди, как и здесь, и мы ждем тоже его в гости. Не то, чтобы он нам должен проблемы какие-то решить, но он должен узнать, как мы живем. Редактор субтитров А.Семкин